Всем привет дорогие друзья! Сегодня я с удовольствием вам расскажу о люльке об обновленной линейке, о новой линейке от компании Cybox. Люльки серии Cloud, моделька называется Cloud Ti Size. Это у нас текущая самая последняя линейка этой серии. Тех люлек, топовая серия сразу вам скажу. Это те люльки, которые умеют делать вот так вот, принимать горизонтальное положение. И когда вы ставите ее на колясочку, вы тем самым не ограничены во времени при прогулке с ребенком в люльке на коляске, друзья. Потому что долго, вот в таком полусогнутом положении, в самом правильном положении при движении в автомобиле, так долго ребеночку нельзя. Особенно новорожденному так можно ездить максимум до 40 минут 3-4 месячному ребенку. Чем старше становится, этот интервал можно чуть увеличивать. Но опять же, долго так нельзя. Когда мы можем делать вот так, делать горизонтальное ровное положение, и в таком только случае мы не ограничены во времени. Вот, эту люлечку можно купить отдельно, поставить ее, установить ее, прикрепить, пардон, к автомобилю ремнем. А можно также докупить базу, Isofix на нее, и ставить ее на базу с помощью системы Isofix просто одним щелчком. И в таком случае, когда вы ставите ее на базу, вот это положение лежа вы можете делать и в автомобиле, соответственно, тоже. Поэтому такая уникальная люлечка, раньше этого нам не давала, серия Cloud Z, например. И этим эта люлька и интересна. И цена у нее, кстати, я думал, что она будет дороже, но цена очень гуманна для такого, одно из самых топовых решений, цена очень даже хороша. По ссылочке внизу после обзора пройдите, посмотрите. Вот, собственно, давайте уже наконец к обзору перейдем. Вот как у нас выглядит люлечка. Это анатомически очень правильное положение, очень хорошая фиксация ребеночка благодаря вот этим вот системам вкладышей. Видите, многие родители думают, что нужно, чтобы было просторно и тому подобное, и не понимают, что есть автомобиль, а есть домашняя кроватка для ребенка. Это разные вещи. Эта штука спасает жизнь ребенка благодаря тому, что она именно такая, какая она есть. Ребенок должен быть зафиксирован хорошо, максимально вот прижат туловище, чтобы у него не было лишнего движения, хода, инерции при ДТП. Это все здесь нивелируется. Поэтому такое скованное положение. И, друзья, оно должно быть таким. В верхней одежде нельзя возить детей. Это неправильно, это очень опасно. Хотя в реальной жизни это тяжело очень совершить. Как-то я понимаю, реальная жизнь и правила, они немножко тяжело совместимы. Но правила есть правила, друзья. Вот, собственно, вот так это все выглядит. Вот этот вот вкладыш, мы его отсюда убираем. И убираем его по мере роста ребеночка. Сейчас я вытащу отсюда вкладыш и покажу его вам поближе. Так, один ремешок вытащили. Так, придется мне этикеточку сорвать. Но это не страшно. Вот, и, соответственно, второй ремешок достаем. Это вы будете по факту делать один раз. Вот этот вкладыш. И, соответственно, вот он нам дает правильное положение ребенка и хорошую фиксацию. Вот эти вот части, они достаточно жесткие для того, чтобы правильно отработать ДТП. Все, убираем. И теперь видите, сколько у нас места. Вот так с 4-5 месяцев можно уже спокойно гонять. И здесь у нас полно места. Ребенок все-таки растет. Ему нужно пространство. И здесь это мы получаем. Регулировать можно у нас подголовник с помощью... Здесь вот ручка сверху. И опускаем и поднимаем. Регулировка происходит полностью вместе с ремнями. Здесь не пятиточечный, а трехточечный ремень. Это не страшно, что трехточечный. Многие думают, что безопаснее пятиточечный. Абсолютно никакой разницы нет. Ребенок одинаково хорошо зафиксирован. Ребенок у нас держится. Так вот сфиксируем, соединяем и защелкиваем. А длину мы регулируем с помощью вот этого ремешка, чтобы ослабить, если кнопочка есть. И вот таким образом удлиняем. Чтобы затянуть, соответственно, просто тянем и он фиксируется. Это что касается внутреннего убранства, друзья. Подголовник, он не снимается, он всегда будет на месте. Что касается ткани. Ткани здесь отличные, очень износостойкие. Вы здесь пятерых детей вырастите до года, и она останется как новая. Это показывает практика использования таких тканей. Мы уже давно знаем эту ткань. Ткань отличная. Дальше. Смотрите, здесь еще также есть правильный козырек. Когда вы ставите на ту же коляску, козырек нужен. Но он нужен еще и в автомобиле, на самом деле. Вот у нас в Петербурге, например, сейчас к весне дело. И солнце низко, и прямо в глаза лупит. Очень тяжело ездить. И даже сзади установленная люлечка, ребенку попадает солнце в глаза. И этот козырек очень от этого спасает. Так. И давайте я теперь покажу, друзья, как его пристегнуть. Потому что пристегнуть в данном случае, я вам сейчас рассказываю о люльке, именно как просто люльке, без базы изофикс. Без базы изофикс вы сможете ее поставить на переднее сидение. А с базы изофиксов 99% автомобилей, спереди изофикса нет. И ставите только сзади. Вот. Я сейчас протяну здесь ремень. Фиксируем. Здесь. Вот здесь специальный направляющий серый. В них проводим ремешок. Потом верхнюю часть ремня нам нужно протянуть вот сюда. Здесь есть специальный направляющий. Засовываем. И после чего наша задача всю эту конструкцию, всю люлечку натянуть. Как бы чуть-чуть подвывернуть ее. И тем самым мы натягиваем весь механизм. И она намертво становится. И перед каждой поездкой вам придется эту манипуляцию проводить. По натяжению манипуляции. Имею в виду заново. Потому что по мере езды он чуть-чуточку все-таки слегка расслабляется. И каждую поездку нужно это все проводить заново. Вот. Что касается, кстати, безопасности, друзья. Вначале я не сказал. Одна из самых безопасных люлек. Вообще можете про безопасность здесь не думать. Одно из лучших решений. И что касается дополнительной боковой защиты. Здесь вот эту часть нужно активировать со стороны двери автомобиля. Не в салон открывать ее, а со стороны двери. И тем самым она активируется. Вот. Она гасит дополнительную энергию удара при боковом ДТП. И потом только энергия удара уходит на сам каркас. Вот. Вот такая вот система здесь есть. Собственно, как пристегнуть? Все понятно. Здесь ничего сложного нету. Но на базе Isofix, друзья, конечно, это делать гораздо проще. Вы просто щелкнули, увидели на базе зеленую индикацию, что все стало на свои места. И спокойно поехали. Но тогда это сильно увеличит стоимость. Часто бывает, что база Isofix стоит столько же, сколько люльки. Иногда дороже, иногда дешевле. Я ссылку вниз добавлю в описании на эту люльку и базу Isofix к этой люльке. И вы посмотрите, что да как. Возможно, в ближайшее время я сниму коротенький обзор именно этой люльки на базе. Потому что такие запросы тоже бывают. Но в случае с люлькой очень часто люди не хотят покупать базу. По той причине, что зачем нам на год всего лишь покупать эту базу Isofix? Это дорого. Понимаю. Но так более эффективно с базой. Она более эффективно отработает. Потому что жесткое крепление к кузову. Но и без базы это одна из самых безопасных люлик вообще в природе. Поэтому, в принципе, можно и сэкономить иногда. Но если есть такая возможность, лучше базу берите. Так, вот собственно и все, друзья. По поводу ткани коротенькая вставочка. Дети маленькие как-то. Они могут легко испачкать эту всю ткань, сами понимаете. И стирать ее до 30 градусов, чтобы ткань не села. И вы смогли эту ткань обратно одеть. Потому что если она сядет и вы постираете в горячей воде, вы ее обратно не оденете. Поэтому до 30 градусов лучше вручную простернули. И все. И на этом все. Вот. Собственно и все. Вопросы остались. Пишите в комментарии. Они открыты. Пообщаемся там. Ссылка внизу, напомню, будет на эту люлечку. Плюс базу в описании. И зафикс. Вот. Ну а вам удачная дорога. Всем пока. Пока.